МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Историчная экспозиция, присвеченная 95-годзю пионерского руху, открылась в областном центре. И больше подробно об этом не только. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня разглядит кадровые вопросы. У приватности керавник державы назначил помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Гомельской области Юрия Витольдовича Шулейку. Президент так само дав сгоду на назначение Анатолия Владимировича Бондаренки, старшинёй Хойницкого райвы-Канкама и Алексея Миколаевича Няверова, членам Гомельского облывы-Канкама. Посаджение Республиканского совета по вопросам клубной деятельности и народной творчести прошло на базе установки культуры Гомельской области. В центре уваги реализация кодекса обкультуры. Наши корреспонденты потекавилися под рабязностями. Кодекс обкультуры официально дейничая с 3 лютого этого года. В одном документе у першиню объединены усены керунки деятельности установлены от декоративного мастерства до гинематографии. А прожат огонь, который на прамке на кшталт оховой историко-культурной спадщины особным рядком прописаны у першиню. У Министерства культуры Перакананы необходимо заховывать миновито старожитную спадщину. Коли у те школяры, які были традиционно уластивые для конкретной мясцовости, додаются новые, гэта ўжо не спадщина. Як дарычы і обрадовай песні ў сучасной апразоцы. Нельзя губить национальну, вот именно истоки национальны, именно какими-то вот новшествами, которые не свойственны совершенно национальны. Надо делать своё новое, современное тогда, но ни в коем случае не портить национальное. Прапіршые реальные плюсы и недохопый кодекс апкультуры можна будзе меркаваць празд некалькі месяцаў. Тым больш, што зараз пачынаецца фестывальнае лето, якое трэба правісті на высокім узроўні. Яшы адзен праблэмны момент – юрыдычная пісьменнаць. Часто на месцах не могуць навыць правільна оформяць необходныя документы. Менавіта пагэтай прайшыня на пошнім рэспабліканскім конкурсі по обслуговуванні сельскага населінства па шыругу номінацій не здоліли вызначыць пераможців. Большу вагі будзе надаваць і дзейнасті клубаў. Па сутнасті, гэта самая даступнае ўстановы, дзе населінства можы правоззіць час і реалізовываць свае творшые здольнасті. Напрэ канцы года эффіктыўнаць реалізацій кодекс апкультуры ў Себакова прааналізуюць і пры неабходнасті ўнясуць ў гэты документ пылныя зменіні. Дапаўняцца новымі і артыкулами, новым палажэнямі, будзе редактавацца, тому што я ішчэ раз хачу подкресцьць, што наше жыцьо не стоїць на месце, і оно развіваецца, паўляюцца ніякі новы з'явы, новы накерунки дзейнасці. І хачу подкресцць об тым, што гэта будзе мець ведьмі важнае значэння для развіцця культуры ў Республіцы Беларусь. Олесіна Сюрова, Ольга Канавалова, Ігор Марышынка, телерадиокампанія «Гомель» Житковецкага района. Пратягваецца падрыхтаука дача 13-го экономічнага форуму і межнароднай выставы «Вяснаў Гомелі». На наступным тыдні для ўделу ў гэтых мераприемствах приедуть працтаўнікі дзялавых колаў і аккредатаваных ў Беларусі пасольстваў. Планамі арганізатора ўпатікавіўся Олег Синсіроў. 19 мая ў 10 годин раніце в институту бізнес-центры свабодной экономічны зоны пачнецца пленарне пасядження 14-го гомельско-экономічнага форума. На сёнышній день ўдел ўім подтвердзіли каля 400 працтаніков офіційных і дзялавых колаў дзесяті краўн свету, хаць заявки ўшы будуть праймацца до 15 мая. А пачне термін падачі заяву на ўдел ў экономічном форуме 12-й годин па ўсходнеў европейскім часі. Калі меркаваць па в опыте проведзіня па передніх форуму, ёс ўсе паставы сподзевацца на паўлечэне колькасі ў денікуў. У воглі работа будзе організавана па шасти секцах, ад агропромыслового комплексу ўгандлю до малого бізнесу і туризму. При гэтым потенціальным інвесторам працавець не толькі праекты, падырактыванныя предприємствамі, але і вынаходкі маладых гамельчан. Научэнец коледжа машинобудавання Максим Кирянов распрацавав ўласныў, доволі перспективныў варіант пальчаткі для реабілітація пасля інсульту. Як чекайцца ў деніки форума ўбачыць ёе непосредно пачас пленарного пасяджэня, а потам обмаркуець макчамасі серийной вытворчыці на одной секцій. Не компания какая-то крупная, да, а просто, скажем так, молодой инициативный человек, где-то что-то подсмотрел и сделал что-то своё, которое, в принципе, хоче продвигать. Сотосвенно, должны пройти какие-то исследования, стандартизация, то есть, чтобы это использовалось в медицине. Реклама потенциальным инвесторам, может, кто-то заинтересуется. Добавились новые страны у нас, такие, как Азербайджан, Исландия. Также в рамках форума планируют принять представителей компаний, с которыми будут подписаны инвестиционные договоры и соглашения о намерениях. Это представители компаний Дании и США. Международная выстава «Весна» у Гомеля сегодня пройдет 18-й раз. Термин проведения с 18-го до 21-го мая. Причем, когда в 2000-м начинали 40 удельников и 250 квадратных метров экспозиции, то сегодня колкость удельников наближается до 300, а выставочная площадь увеличилась больше 20 разов. Организаторы кажут, что им гнутся заработать выставу цикаго для всех. В этой нагоде сяроют запланованного Дитячая свято и Республиканский фестиваль рамесников. Головная задача – это помочь им развивать свой бизнес. До речи сяроют вип-сувениру на гомельской выставе будут ляки-звоночки в национальных костюмах, которые вырубил рамесник зречицы. Але головная задача – презентация вытворчего потенциала региона. Жадающих принять удел оказалось истоки, что некоторым пришлось и отмовить. Правда, тычалось это у основным предприемствам из других областей краины. Крупнейшая региональная выставка страны. И, естественно, на раскрученную площадку очень хотят попасть предприятия республики. Этот год тоже не исключение. Мы сразу начинаем получать предложения о том, чтобы какие-то предприятия других регионов представились. Но, поскольку это регион, и есть одно самое важное условие – представляют себя только предприятия региона. Это имиджевая выставка, и должны представляться только наши предприятия. Олег Сентюров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гомель». Процедники местовых органов УЛАДы завтра проведут промы телефонные линии. 13 мая жихари региона смогут задать питанье первому наместнику старшине гомельского облвыконкама Александру Викторовичу Миколуцкому. Нумер телефона 75 12 37. Гомельчан, выслухая наместник старшины Гарвыконкама Сергей Анатольевич Радзюк. Звертаться в арта по номеру 75 18 54. Час работы промых линий с 9 до 12 1. Сегодня у Гомеля прошло позачерговое посяджение комиссии по справах неполнолетних. На парадку дня пытанье летней занятости подлетков и профилактика правопорушений у сирот неполнолетних. Не глядячи на то, что у целым по в области подлетковая злочинность находится на узроуне минулых агода, у 11 районах означенный рост правопорушений. Сирот наибольши распаусюдженных – крадежи. Утымлику с выкористанием компьютерной техники и хулиганства. Наибольши часто у оперативной взводки трапляют наученцы установ прав техэдукации, а так само подлетки, которые ни день не работают и не учатся. На летний период для молодых людей у тымлику с категории тяжких меркуется у приватности организовать прационные и патриотичные лагеры на базе военных частей. Особливая увага будет надаваться проведение не тлумачальной работы об небоспице социальных сеток, которые пропонуют гуль незмахчимым смиротным финалом. В прошлый год, когда в июне месяце у нас утонуло четыре ребенка несовершеннолетних, было проведено внеочередное задание комиссии, где выработаны были комплекс дополнительных мероприятий. Поэтому мы не ждем, а уже сейчас в мае постараемся рассмотреть этот вопрос, какова готовность, какие были приняты меры. Кроме того, будет утвержден план дополнительных мероприятий, которые будут выполняться всеми субъектами профилактики. Сегодня в Гомеле стартовал республиканский студентский форум, и он проходит при поддержке итальянского доброчинного фонда «Допоможем им жить». Удельниками стали больше, как 100 студентов из разных высших научных установ в Беларуси. Их принимает Гомельский государственный технический университет «Мясухога». Миссия организаторов – объеднать намагание итальянских семья и белорусских студентов в реализации гуманитарных акций на корысть детей. Волонтерская деятельность начала заниматься с 2002 года, как только поступила в университет. Потом, глядя на все, что происходит, в принципе, сама сирота. И, в принципе, решилась создать свой детский волонтерский отряд «Дети с большими сердцами». Было проделано очень много работы. Ездили в детские дома, в приют для животных. Также помогаем пожилым людям. Ходим к детям, которые находятся на домашнем обучении. Форум различен на три дни. У программы «Першего дня» конкурс «Лепший студент года-2017». Кандидаты на этот титул презентовали свои виды. Параллельно у актовой зале установы стартовал конкурс песни «Голос надеи-2017». Выники работы форума подведут 14 мая. Сегодня эти студенты вместе с волонтерами собрались здесь для того, чтобы обсудить свои пути дальнейшего сотрудничества. Я хочу отметить, что этот фонд искренне верит, что он усыновление на расстоянии. То есть, собственно говоря, фонд этот формируется из благотворительных взносов семей. В Гомельской гимназии номер 58 «Имя Гааза» отбылось, что годовое мероприемство – бенефис гимназии. И оно уже давно стало доброй традицией и проводится каждый май. В этот день все жадающие могут познайомиться с насыщенным и цикавым житем гимназистов. Доведаться больше про их научальное и творческое досягнение, особенно приоритетных направлений установы, музычных и мастацких отделений. Подчас святочной программы одни гимназисты выпробовали свои веды у интеллектуальной гульни, что декали, другие демонстровали мастацкие умения прозвыставу живописных работ, иншие приняли удел у спортивных споборництвах по перодоле нетуристичной полосы. До речи, в рамках что годового мероприемства «Бенефис гимназии» гостей и удельников так само чекали творческие конкурсы, викторыны и концертная программа. Это праздник не только учащихся и учителей гимназии, но и праздник всех жителей микрорайона «Солнечный». Во время этого праздника все жители района, не только нашего, даже района, могут познакомиться с теми особенностями, которые характеризуют именно нашу гимназию, с теми достижениями, которые завоевала гимназия за предыдущий учебный год. Этот праздник является подведением итогов всего учебного года. Экспозиция, присвеченная историей пионерского руха, открылась и у Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена. 19 мая пионеры исполнятся 95 годов. Белорусская республиканская пионерская организация сегодня объедула больше, как 650 тысяч школьников, у темлику 90 тысяч у Гомельской области. На выставе под названием «Пионеры» учора, сегодня, завтра представлены экспонаты и атрибуты, только связанные с пионерским рухом. Галь, штуки, значки, школьная форма, грамоты и дипломы. Особный стенд присвечен идеальности пионеров подчас Великой Айчиной войны. Особливостью проекта з'является его народный характер. Многие экспонаты были передадены в фонд экспозиции и жихарами в области. Так само наведывальники выставы могут ознайомиться с документальными и фотоматериалами, которые рассказывают про становление и развитие пионеры в 20-м стаходе и сучасные традиции. Наши современные пионеры уже активно участвуют в конкурсах по черлидингу, например. Мы активно используем конкурсы интеллектуальных игр «Что, где, когда» тоже в пионерской практике, в пионерской работе. Пионеры это очень сильно любят и активно участвуют в данных мероприятиях. Что касается сохранения и преемственности, то мы сохранили тимуровское движение. Это, наверное, самое важное, потому что делать добро для тех, кто сегодня в этом нуждается, это должен уметь каждый человек. Плануется, что экспозиция будет пересована и после демонстрации у Гомеля ее презентуют во всех районах в области. Кроме того, в субботу, 13 мая, у Гомеля отбудется городское детское свято, присвеченное юбилею пионерского руху. Мероприемство начнется у 11 годин на Пляцовце на Супрать Медицинского университета. Размова про журналистыку по десене в программе «Деалог». Гостем студии станет уласный корреспондент белорусского телеграфного агентства по Гомельской области Валерий Сидорчик. Его журналистская карьера распочалась 35 годов тому в Гомельской районной газете «Маяк». 10 годов своего профессийного життя Валерий Сидорчик присвятил работе на Республиканском радио. Позднее кировал гомельскими корреспондентскими пунктами агентства «Телиновина» в Белтелерадеокампании и белорусского телеграфного агентства. Глядите программу сёння у 19.20 на телеканале «Беларусь-4». Долучайтесь до диалога у студии по номеру телефона промога эфиру 77-68-45. Комфортное солнечное надворье чекается в регионе на выходных. По информации областного гидрометцентра, опадков в ближайшие дни не прогнозуется. У ночи и ранницы, и в особных районах макчимы слабый туман. Температура поветра ближайшей ночью складе от 0 до плюс 5 градусов. В субботу в день от 13 до 18 тепла. В неделю 14 мая так само будет переважно без опадков. Слубки термометров покажут в ночи до 8, в день до 18 тепла. В понеделок в день поветра прогреется до плюс 22 градусов. И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Доброго вам вечера и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова